Э, муравьи, здесь же был наш муравейник, скорлупки еще плюет на меня, а апельсинами и мандаринами будем их угощать. Вот мы Харитоша и в парке, ни белок, ни синичек не видно, все попрятались. Пойдем к елкам, там должны быть белки. Ну, пойдем. Да, Харитошка, выбрались мы с тобой, белок нет, ветер, снег. Харитоша, пойдем, я белку вижу. Где, где, покажи, где она? Он, видишь, под кустом сидит. Под каким? Да, вижу, побежала, белочка, белочка. Пойдем, вот она, угощайся вкусняшкой, подходи ближе, бери, не бойся, да не бойся ты. Ой, там еще одна. Ага, они играются, подходи смелее, семечки вкусные, держи, все что ты любишь, орешки, семечки. Эй, вы куда? Их Бобик спугнул. А, он поохотиться решил. Смотри, не смотри, на дерево ты не залезешь. Ага, так она тебя и ждет. Вон, как высоко сидит и за тобой наблюдает. Харитошка, кинь Бобу мячик. Боб, лови, вот и беги. Давай спускайся, чего смотришь? Хе-хе, да не бойся, красивая белочка такая. Кисточки на ушах. Вот, теперь тебе никто не мешает. Я смотрю снизу, она такая смешная и очень-очень красивая. А поймай ее. Хе, зачем, ей это не понравится. И она может укусить. Ой, тогда лучше не лови. Кушай, кушай. Скорлупки еще плюют на меня. Хе-хе, так ты в сторону отойди. Такая усатая. Давай забирай оставшиеся. Вот. А где белки зимой спят? Спят в Гайна. Где-где? В Гайна. Ну или гнездо по-другому. Надо еще синичек покормить. О, смотри какая красивая сидит. Ага. О, прилетела. Хе, орешку взяла. Такие трусливые, но такие шустрые. Надо было взять сало. Они едят сало? Конечно, оно служит для них источником белка. Давай еще придем с салом. Обязательно. И нужно брать несоленое. А почему? Ну, животик может у синичек заболеть. Ребята, а вы кормите разную живность в парках? Пишите в комментариях, кого кормили последний раз. Хе-хе, какие шустрые. Слава, я что-то вспомнил. Что? Пойдем. Э, муравьи, здесь же был наш муравейник. Что с ним стало, а? Они замерзли? Не переживай, у них все хорошо. Слава, скоро же Новый год. Может украсим фармикарий мистера Анта? Почему бы нет? Я за. Ура! Вот наши муравьи. Давай сначала у них уберемся хорошо. Харитоша, смотри сколько личинок отложила матка. А личинок у них и правда очень много. О, как раз и водички подольем. Еда у них еще есть. Да, уже нужно немного добавить. Так, набираю. А то они без воды, ни туда, ни сюда. Хе-хе. Ага, столько достаточно. Правую поилку. Вот так. Все. И столько же добавлю в левую. Вот до краев. Оп, хватит. Да, зерна еще есть. Да, жизнь бурлит полным ходом. Ой, как интересно. Приступим к работе. А потом украсим фармикарий к Новому году. Вначале уберу все эти летние декорации. Слава, а еще я видел у мистера Анта на сайте фермы с ходами расположенными не как у нас. А, с вертикальными наверно. Да, да, с вертикальными. Да, есть и такие. Так, лесенка. Божьи коровки тоже не нужны. А где божьи коровки зимуют? Зимой они собираются все вместе. Допустим, под корой деревьев, под опавшими листьями, либо под камнями. И спят до прихода весны. Серые камни также убираю. А белые оставлю. Пусть будут вместо снежных сугробов. Сейчас уберу продукты жизнедеятельности. Вижу деятельность у них бурная. А как ты хотел, их же теперь много у нас. Все, убрался, можно украшать. С чего начнем? Сначала установить елочку надо. Хорошо, сейчас достану новогоднее украшение. Вот ребята, смотрите что мы купили. Есть даже малюсенький Дед Мороз светящийся. Специально искали такого. Можно украшать. Ага, крышечку в сторону. Смотри, смотри, уже муравей разведчик пришел, смотри, что мы будем делать. Вот так, устанавливаю елочку. Они вокруг нее будут хороводы водить. И рядом ставлю Деда Мороза. Слава, а как зимуют муравьи? Да очень просто. Они закрывают все входы в муравейник землей, остатками сухих растений, кусочками коры. И глубоко под землей ждут теплые дни. Кстати, есть виды муравьев, которые впадают в спячку. А как они кушают? Хритошка, а много питания им и не требуется. У них просто замедляется функционирование всех органов. Вот это да! Вот. Здесь теперь пусть будет Мэри Крисмас. Далее вокруг формикария размещу гирлянду. Без гирлянды в Новый год никак. Ага, вот, хорошо. Сразу закрыть, чтобы муравьи не разбежались. Ага. Снеговичка ставлю сюда и по краям все остальное. Вот и все. Как тебе? Супер! Может гирлянду включим? Сейчас включу. Вот. Вау, красота-то какая! А апельсинами и мандаринами будем их угощать? Ты чего? Цитрусовые запрещено им давать. А немного оливье. Ты шутишь? Нет. О, давай им лучше тогда простое вареное яйцо дадим. Им белок нужен. Точно. Вот. И угощение для муравьев вместо оливье. А мучные червей? Можно и живых личинок мучного червя дать. Ну, только завтра купим. Хорошо. Отрезаю небольшой кусочек. А зачем им белок? Белок нужен муравьям, чтобы колония активно развивалась. А муравьи были крепкими и выносливыми. Ага. Столько, думаю, хватит. Ну съедят, можно дать еще им. О, один уже пришел. Скоро остальные подтянутся. У Деда Мороза положи. Хе-хе, хорошо, будет подарок им от Деда Мороза. Все, ешьте белковую пищу. Слово, а если ребята тоже захотят украсить формикарий с муравьями к Новому году, а у них его нет? Хм, так они всегда могут приобрести его у мистера Анта. Кстати, Харитоша, я оставлю в описании к видео промокод, по которому ребята могут приобрести комплект или формикарий со скидкой. Это и будет отличным подарком от мистера Анта. Конечно, муравьи будут замечательным подарком к Новому году. Да. Все, иди выключай свет. Сейчас. Ух, вот это красота. Вау, как красиво. Слово, ты еще забыл муравьям нашу елочку поставить? Не забыл. Вот она, пусть стоит в центре. Ух, вообще закачаешься. Думаю, муравьям нравится, как мы украсили им ферму. Мы устроили им новогоднюю сказку. Ага, Новый год они встретят весело. Как красиво, я просто рад за них. Все, пока, ребята. Ребята, до скорой встречи и с наступающим Новым годом.